Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Уроки на дому. Чебоксарские и новочебоксарские старшеклассники ушли на дистанционку. Благоустройство общественных пространств в Чебоксарах. В ближайшие годы реконструкция ждет территорию вокруг залива. Новые традиции. В роддоме Чувашии передали распашонки с чувашской вышивкой для новорожденных. Сегодня 9-11 классы ушли на дистанционное обучение. Как изменился образовательный процесс, наша съемочная группа выясняла на примере столичного лицея номер 4. Юлия Важенина подробнее. Так, ребята, сегодня у нас тема такая. Простое, осложненное предложение. Обособленные члены предложения – это определение приложения и обстоятельства. Давайте вспомним с вами условия обособления приложений. Если приложение относится к личному местоимению, то он будет всегда обособляться, независимо от того, в каком месте оно будет стоять. Хорошо. Проверка домашнего задания, разбор новой темы – все как обычно. Вот только разделяет учителя и учеников экран монитора. Снова. Как и полгода назад, часть учеников отправили на дистанционное обучение. В этом учебном году школьники 9-11 классов республики успели проучиться очно только первую четверть. На дистанционном обучении учиться очень необычно, но мы уже все привыкли, потому как нам уже не впервые это. Главное – уметь пользоваться компьютером, интернетом, а это уже все умеют. Онлайн учиться сейчас безопаснее, как бы и для здоровья. Но это достаточно практично, удобно, поэтому мне больше нравится онлайн обучение. В соседнем кабинете урок алгебры уже у 9-го класса. Вот мы с вами сформулировали свойства функций Y краем X степени 2N. И давайте опишем по графику свойства данной функции. Вот, посмотрите, он у нас такой сиреневый уже, он становится ближе к осям, совершенно сужается. Да, наш график? Динара Кулешова, как и многие ее коллеги, прошла стажировку в Москве. На курсах педагогов учили работать дистанционно, рассказывали о различных платформах, говорили о принципах взаимодействия с учениками. Такое обучение стало возможным благодаря федеральному гранту «Цифровая экономика». В прошлом году началось в первый раз, было, конечно, тяжеловато. Мы, у нас компьютеры горели, можно сказать, дымились. Мы научились, да, потихонечку, сейчас нам еще проще стало. Мы используем, каждый учитель использует свою онлайн-платформу. Дети, вот, ну, видели сейчас, практически, ну, не ощущают разницы, потому что та же доска, так же мы пишем все примеры, так же общаемся. Методика преподавания и структура урока остались теми же. Изменилось время, теперь урок длится не положенные 40 минут, а полчаса. И в день их может быть только три, таковы требования Санпина. Но все же дистанционный формат стресс и для учеников, и для педагогов. Педагог, действительно, это вот две стороны одной медали. Это и голова, но в первую очередь это и коммуникации. И коммуникации, которые передаются вживую, это для них привычно, это для них норма. А когда нужно работать в режиме онлайн, это и технически, для многих сложно, и психологически. Поэтому вот эти барьеры мы стараемся преодолеть. Кстати, на дистанционку ушли и организации дополнительного образования, вузы, СУЗы по всей Чувашии. Пока такой формат обучения продлится до 5 декабря. Юлия Важенина, Александр Ациков, Сергей Копеев, Республика. Меры противодействия коронавирусу, изменения в бюджете столицы, в уставе муниципального образования. Эти и другие актуальные вопросы обсудили депутаты Чебоксарского городского собрания. Третье внеочередное заседание народных избранников состоялось с участием ограниченного количества людей и при соблюдении мер безопасности. Внести поправки в устав требует федеральное законодательство. В нем появится новая статья – инициативные проекты. К инициативному проекту закон предъявляет ряд требований. В том числе он должен содержать описание проблемы, описание ожидаемого результата, предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию, сроки реализации, а также сведения о планируемом возможном финансовом, имущественном или трудовом участии. Проектом решения предлагается дополнить устав новой статьей 15.1 – инициативные проекты, регламентирующие порядок внесения в администрацию города Чебоксары инициативных проектов, порядок их рассмотрения, осуществления и реализации инициативных проектов, общественного контроля, а также способа доведения информации о рассмотрении инициативных проектов до сведений граждан города Чебоксары. Власти не первый раз отмечают, что в столице набирают обороты проекта, инициированные гражданами. Отдельные механизмы реализации инициатив применяются в столице уже с 2017 года. Поступают предложения по благоустройству территорий, капитальному ремонту дорог, установке малых архитектурных форм. Примеров активности горожан немало. Сегодня городские власти рассматривают инициативное бюджетирование как форму непосредственного участия жителей в сфере самоуправления. При этом значительно выросла стоимость представленных конкурсной комиссией проектов. Слаженная работа позволила довести показатель софинансирования за счет внебюджетных источников до 14%. Еще одна тема обсуждения – комплексное обновление образовательных учреждений. Глава администрации Алексей Ладыков уточнил, уже готова положительная экспертиза на капремонт по шести садикам и шести школам. Еще по десяти детсадам и по пяти школам проекты на стадии разработки. Речь идет о тех учреждениях, где износ зданий составил более 50%. На эти цели направлено более 370 миллионов рублей. Особое внимание надо уделить качественной разработке проектно-сметной документации. Ее надо перепроверять и при необходимости вносить коррективы в соответствии с принятыми стандартами технического состояния. Изначально наша позиция – это тесное взаимодействие с жителями и с депутатами городского собрания. Кто-то здесь занимает более активную позицию, кто-то менее активную позицию. Но, конечно, мы за то, чтобы изначально все было согласовано, чтобы не было конфликтов, чтобы определили грамотного подрядчика или опытного подрядчика, который качественно и своевременно эту работу выполнит. К сожалению, не всегда так происходит. На сегодня в части благоустройства остановились на том, что наши специалисты, специалисты управления жилфонда, сами будут этим заниматься. Капремонт по новым стандартам включает в себя не просто ремонт здания, но и ремонт ограждений, внутренних инженерных систем помещений и благоустройства территории. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. На очередном заседании антинаркотической комиссии обсудили систему реабилитации наркозависимых. На работу с такой категорией граждан уходят немалые средства. О достигнутых результатах и проблемах в нашем сюжете. В Республике существует единая система медико-социального сопровождения тех, кто регулярно потребляет наркотики. Они состоят на учете в наркологическом диспансере. Специалисты проводят целый комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Это позволяет достичь устойчивой ремиссии у пациентов. Вместе с ними под наблюдением врачей находятся и близкие родители, родственники. Без помощи этих людей было бы трудно преодолевать болезнь. Ребридационное отделение бюджетного учреждения Республиканского комиссии и диспансера Минздрава Чувашии имеет круглосуточный стационар, отделение дневного пребывания и кабинет специалистов для амбулаторного этапа реабилитации. Организованы терапевтические сообщества, такие как анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, «Надежда», «Дюжина», «Возрождение», «12 ступеней» к трезвости, а также группа для созависимых членов семьи, созвездий и школа для родителей. За 10 месяцев этого года в реабилитационном отделении получили лечение более 380 человек. Психотерапевтические клубы помогли разобраться в причинах наркомании, методах ее лечения, 1600. В их числе и так называемые созависимые. Как правило, это члены семьи. Важной темой разговора стало неосвоение средств, выделенных муниципалитетом на ведение профилактической работы среди населения. Если ряд территорий отнеслись к данному вопросу добросовестно, то хотелось бы обратить внимание на следующие районы, которые вообще не приступили к реализации данного вопроса. Это Батыревский район, Козловский район, Комсомольский, Мариинско-Пасадский, Маргавшский район и город Канаж. В целом по республике у нас освоено чуть менее 50% от выделенных денежных средств. Осталось у нас до конца года чуть более месяца и, соответственно, вызывает тревогу, каким образом будут осваиваться все выделенные объемы финансирования. Выполнить эту задачу можно будет только при объединении всех заинтересованных сил. Чем здоровее будет общество, тем меньше рисков для распространения этой социально опасной болезни. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика. В Чебоксарах здание спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 по плаванию по улице Чапаева 15 в октябре этого года признали аварийным. Сейчас дети не могут продолжать тренировки. Родители переживают. Теряется шанс на участие в региональных и всероссийских соревнованиях. В здании 1968 года постройки в прошлом году прошел капитальный ремонт. Казалось бы, можно заниматься. Но 25-метровые и детские бассейны, спортивный и два тренажерных зала опять закрыты. В начале октября во время вечерних занятий рухнул кусок стены – 18 килограммов. По счастливой случайности никто не пострадал. Министр спорта Чуваши подписал приказ о прекращении эксплуатации аварийного здания. В школе обучалось около 500 учеников разного возраста. Сейчас юные спортсмены занимаются в спортивных школах номер 7 в Чебоксарах и номер 3 в Новочебоксарске. Конечно, это вызывает неудобства. Много времени уходит на дорогу. Да и сами тренировки сократились по времени. Сейчас старшая дочь встает в 4.30 утра, самостоятельно добирается до Новочебоксарска. Потом они каждый день опаздывают в школу, потому что пробки не успевают. Ну, учебный процесс. Если у них раньше тренировочный процесс занимал где-то примерно, наверное, утром час-полтора и в вечернее время часа два, то сейчас совершенно все по-другому. Утром они занимаются где-то часа полтора, но тоже чуть поменьше даже, наверное. А в вечернее время у них один час там всего лишь навсего. Сейчас решается вопрос по аренде бассейна для тренировок. В скором времени аварийное здание будут сносить. На его месте построят новый спортивный объект с 50-метровым бассейном. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн, Республика. Рост больных COVID-19 – нередкие осложнения. Долгий процесс восстановления заставил специалистов задуматься о системе реабилитации больных с таким диагнозом. Ее частью стала оздоровительная акция «Экологические тропы здоровья». Занятия на свежем воздухе в сопровождении тренеров положительно влияют на общее состояние организма. Их проводят в трех столичных парках – Лакреевском, в Роще Гузовского и в Берендеевском лесу. В программу входит разминка с тренером и хождение со специальными палками – так называемая скандинавская ходьба. Занятия носят интерактивный характер. Такие таблички с профилактическими упражнениями сопровождают всю дистанцию экологической тропы здоровья. Тренировки рекомендованы врачами, диагностиками. Они очень легки в выполнениях, но эффективны. Если поднести к табличкам телефон и считать специальный код, то можно увидеть специальный видеоурок, который рассказывает, как правильно выполнять упражнения. Это стало возможным благодаря специальному президентскому гранту. Этот проект запущен нашей организацией совместно с Минздравом Чувашия, с первой городской больницей имени Осипова, город Чубаксара. И проект включает в себя создание авторского видеокурса по выполнению упражнений для восстановления заболевших после COVID-19 и для профилактики данной инфекции. Дистанция экотропы составляет три километра. Занятия посещают как молодежь, так и люди старшего поколения. Светлане Николаевой 72 года. Она старается вести активный образ жизни и часто бывать на свежем воздухе. Я сама по себе спортивный человек. По утрам хожу на тренажер. Ну, несмотря на возраст, ну, немножко хочу здоровье подкрепить все же. Ходьба вот эта все на здоровье немножечко помогает. Как мне сказали, что тут можно в Лакреевск, я решилась сразу. И с собой привела своих. В декабре и январе занятия будут проводиться в формате онлайн-трансляций. Освоив необходимое, можно гулять в одиночку с учетом состояния здоровья. Всю информацию можно найти в социальной сети ВКонтакте в группе «Экологическая тропа здоровья». Ольга Семенова, Александр Адиков, Республика. Сегодня в Республике дали старт новой традиции. В день чувашской вышивки, который отмечается 26 ноября, на врожденных ждут необычные подарки. Распашонки, на которых изображены древние национальные символы. Комплекты сегодня получили главные врачи республиканских медучреждений. Рожденные вышивки. Именно так называется новая акция. Около 50 комплектов приготовили специально, чтобы вручить их деткам, появившимся на свет 26 ноября. Первыми идею оценили врачи. Она очень нужна нам, чтобы заглянуть побольше в корни наших предков, наших прародителей, наших родителей. Чтобы мы могли знать культуру нашего народа. Чтобы мы несли эту культуру вперед, передавали своим детям. И чтобы воспитывали своих детей на тех принципах, которые создавались нашими прародителями. В этот день в Шумерлинском центре ожидается, что родится двое малышей. Но на всякий случай распашонок приготовили побольше. Ведь, как говорится, тут не запланируешь. Вопрос не только в распашонке самой, не в той вышивке, которая на этой распашонке. А вопрос в тех традициях, которые были присутствуют у нашего народа, чувашского народа. Которые, может быть, со временем где-то были подзабыты немножко. И то, что мы их возродили, возродили и внесли в народ снова. Чувашская вышивка служила не только украшением одежды. Она была и оберегом. Узоры, выполненные красными нитками, означали счастье. А белый фон символизировал чистоту и мудрость. Каждая распашонка, она вышита особым узором. И этот узор несет определенную смысловую нагрузку. Так же, как мы прекрасно знаем, что Чувашская вышивка, она символизировала и удачу, и успехи, и здоровье. Дата выбрана не случайно. 26 ноября – это день рождения мастерицы Чувашской Екатерины Ефремовой. И кроме того, мы учли тот момент, что поздняя осень, конец ноября – это тот период, когда женщины Чувашские садились за рукоделие, закончив осенние полевые работы. Вышивка, национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код народа, уходящий вглубь веков. Именно сохранение традиций позволит нации стать сильной в будущем. Особенно для молодого поколения, век дефицита идеологии, объединяющих общество, я думаю, что обращение к традициям, к истории – это очень важно. И человек, рожденный 26 ноября, в один прекрасный день, когда станет взрослым, и будет понимать, от какой земли он, кому он обязан своим рождением. Кроме распашонки, каждая семья получит в подарок именное поздравление, игрушку с национальным узором и книгу Евгении Жачевой о Чувашской вышивке. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. 28 ноября в Чувашском театре оперы и балета состоятся общественные слушания на тему проектирования общественных пространств. В нем могут принять участие и жители столицы. Одним из главных объектов обсуждения станет территория между Чебоксарским заливом и Волгой, вместе с храмом Успения Божьей Матери. Благоустроенная много лет назад, она явно нуждается в реконструкции. На фоне реконструированной Красной площади, набережной залива, это открытое пространство выглядит устаревшим. Несомненно, надо заняться ландшафтным дизайном, поставить укрытие от солнца, сделать дополнительные переходы через дорогу к храму. Сейчас длинные монотонные дорожки не дают возможности изменить маршрут. Специалисты готовы изменить облик этой территории. Чебоксарский залив у нас уже давно разрабатывается. У нас существует разработанная рабочая документация, прошедшая экспертизу и получившая положительное заключение. Мы уже начали с территории Красной площади это благоустройство. В следующем году мы продолжим вокруг залива другие пространства благоустраивать. Но у нас осталась одна территория, одно пространство. Я считаю, что это очень важное пространство. Вот это вот дорога к храму или дамба, которая соединяет территорию Красной площади и территорию сквера Екатерины. Общественные слушания помогут узнать точку зрения многих неравнодушных горожан, услышать интересные предложения. Концепция благоустройства будет утверждена только после учета мнений чебоксарцев. Возвращаться к ней будут еще не раз. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Из безработного в бизнесмены. В настоящее время люди все больше и больше хотят делать то, что нравится, и зарабатывать на этом. Но где взять начальный капитал на развитие своего дела без займов, кредитов и прочих долговых ям? Ответ есть. О том, как получить финансовую помощь от государства, смотрите далее. В рамках федеральной программы «Помощь начинающим предпринимателям» служба занятости населения Чувашия выплачивает субсидии безработным, желающим начать свое дело. Что для этого нужно? Гражданин должен быть зарегистрирован в качестве безработного. Поддержка заключается в консультации по оформлению документов для подачи регистрации в налоговую инспекцию, плюс бесплатные консультации по написанию бизнес-планов, какие-то рекомендации, и также финансовая поддержка субсидия в размере 139 495 рублей. Данная выплата не облагается налогом, и ее не надо будет возвращать при условии существования бизнеса более трех лет. То есть это не рассрочка и не кредит, а безвозмездная помощь. И получить ее может любой безработный. Вячеслав Петров три месяца был официально безработным с выплатой минимального пособия. Получил от центра занятости 32 вакансии на выбор, 8 вариантов работы, прошел 6 собеседований. Но ни один из вариантов не пришелся ему по душе. И он задумался над продолжением инспектора центра, попробовать себя в предпринимательской деятельности. Ему помогли собрать необходимые документы, оказали юридические консультации и подсказали, как правильно оформить бизнес-проект. Прошло порядка месяца, наверное, двух-трех недель. Это все рассматривалось, оценивалось. После этого созвали комиссию и уже непосредственно все расспрашивали, как это все будет. Вячеслава пригласили на комиссию, так как его тест на готовность к предпринимательской деятельности показал самые высокие результаты. Он успешно защитил бизнес-проект, задал тест на готовность к предпринимательской деятельности и получил субсидию. Сейчас у него свой производственный цех по изготовлению металлоконструкций. Есть партнер Евгений Степанов. Недостатка в заказах нет. И уже есть клиенты из других регионов. Если есть желание, упорство, то есть как у нас с Вячеславом, то можно, в принципе, добиться всего, любого успеха, любых высот. В целом, касаемо таких программ, вообще есть много других направлений, где тоже бы интересно было поучаствовать. Поэтому мы следим за этими программами, то есть наблюдаем, были бы рады поучаствовать и в других проектах. Получить финансовую поддержку от государства вполне реально, особенно, если есть хорошая бизнес-идея. Главное – грамотно подойти к выбору программы субсидирования и четко следовать требованиям. Более подробную информацию можно получить в отделах КУ, ЦЗН Чувашской Республики. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Завтра на телеканале «Моя планета» состоится премьера программы «Магия вкуса». В октябре съемочная группа проекта побывала в Чувашии. Завтра на телеканале «Моя планета» состоится премьера программы «Магия вкуса». В октябре съемочная группа проекта побывала в Чувашии. В течение недели журналисты путешествовали по республике, снимали интересные места, пробовали блюда национальной кухни. Они побывали на птичьем полете в Козловском районе на Государевой горе в Мариинско-Посадском. Программа «Магия вкуса» на канале «Моя планета» выйдет в эфир 25 ноября в 10 часов. Повторы 26 ноября в 17.10, 27 в 0 часов 30 минут. Это были главные новости вторника, 24 ноября. А я прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!